Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Мы с вами решили, что изучать просто диалектику беспредметно, если мы не берем никакого объекта и, собственно, никакого объекта не изучаем, это не очень здорово, потому что рассмотрение какого-то конкретного содержательного объекта позволяет как раз лучше понять диалектику. Раз. С другой стороны, мы давно уже определились, что материалистически изучаем, поэтому объекты мы будем брать не из области просто идейной, а из области материалистической, тем более, что высшая форма развития материи, она не чужда идеям, но идеи, они не рядом стоят, не отдельно, а эти идеи связаны с этой самой высшей формой материи, с человеком. Вот. В связи с этим, мы решили сегодня, и учитывая, что все-таки кружок по своему смыслу и характеру, он предполагает, что, не просто слушает, что руководитель кружка говорит, а он предполагает возможность потренироваться к каждому участнику. Но, понятное дело, что сразу тренироваться в любом виде соревнований, как вы понимаете, сразу не выпускают на соревнования. Сначала долго тренируются, поэтому мы довольно-таки долго с вами тренируемся, но наступает такой момент, когда надо попробовать самим. И с учетом того, что у нас есть возможность откорректировать то, что получается, вот давайте мы такую работу проделаем. Вот. Степан Степанович, а у вас просьба, если вы сможете разобрать противоречие между социалистическим характером системы планового централизованного управления и элементами кариелизма, бюрократизма, ведомственности и местничества, было бы очень хорошо. И особенно это хорошо, что на самом деле без этого противоречия, без разрешения этого противоречия, все пропадает. Вот у нас как раз верхушка вся, бюрократическая, заросла, можно сказать. Еще я, товарищ Сталин, расчищал, так сказать, острым ножом, но после того, как, так сказать, его не стало, начали уничтожать систему управления, а не разрешать эту противоречию. И это противоречие внутри системы управления, внутри, не разрешается. Что каких угодно людей не набирай, они все внутри, они заражаются и бюрократизмом, и кариелизмом. Поэтому весь смысл разрешения этого противоречия в том, что оно разрешается только благодаря тому, что привлекаются к управлению те люди, которые непосредственно не занимаются управлением, они имеют другое место в системе разделения труда, но они еще же все равно члены социалистического общества, правильно? То есть они входят в коммунистический способ производства на равных основаниях. Они же люди, они трудящиеся. Поэтому это вот, если мы не берем вот этот аспект, последний, то у нас не получается полной картины. Ну давайте начнем с начала. А начало у нас простое. Мы рассматриваем коммунизм в первой его фазе. Товарищ Лазарев. Коммунизм в первой его фазе, социализм, то есть коммунизм, который развивается, полный коммунизм. И в этом развитии есть момент. Громче. Есть момент самого коммунизма как целого, и его отрицание связано с выхождением из капитализма. Если с этим отрицательным моментом не бороться, то он победит в положительный момент. И вот так как обратно к капитализму. Соответственно, а борьба здесь идет путем, в первую очередь? Ну тут, наверное, тут борьба-то одна. Но стороны разные. С одной стороны, это борьба коммунистической природы, социализма. С чем? С отрицанием? С отрицанием. Связанным с выхождением из капитализма. А с другой стороны? Борьба. Борьба вот этого отрицания. Отрицания. Но с чем? С коммунистической природой. А борьба с коммунистической природой и социализм, это как называется, короче? Капитализм. Нет. Это называется антикоммунизм. Ну да. Ну анти... Ну против. Против. Антикоммунизм. То есть, поэтому, когда, так сказать, люди удивляются, отходы это, как это? Как это может быть? У нас была революция социалистическая. Мы построили социализм. Мы людей воспитывали. Мы им рассказывали, что хорошо, что плохо. А на самом деле, на самом деле, понимать это надо так, что это, как понимается диктатура, пролетает упорная борьба. Военно-хозяйственная, педагогическая и административная. И администраторская, Ленин говорит, кровавая и беспробная против сил и традиций старого общества. И эти силы и традиции старого общества, вот когда исчезнут, тогда их и не будет. А как-то указывать, когда они исчезнут, дескать, нам, о, сколько мы уже боремся. Да сколько вы и не боретесь, а они все время существуют. И запросто освободиться от них очень трудно. И поэтому никаких, скажем, сроков перехода в высшую фазу коммунизма нету от нашего перехода социализма. Более того, мы тут нагромождение глупостей видели в хрущевский период, когда говорили, что мы сейчас вступили в этап развитого социализма. Я как раз в это время был на конференции в Минске. И утром купил газету «Звязда», там написано по-белорусски. Мы вступили в этап спелого социализма. Ну, думаю, сейчас вот он спелый, он сейчас сгниет и упадет. А почему спелый должен сгнить, Владимир Васильевич? А почему спелый должен сгнить? А потому что он упадет. Упадет и сгниет. Он упадет, его не собрали, а он просто... А если вы спрашиваете, почему, в чем природная сторона, он сгниет, чтобы семена проросли, потому что это будет удобрение для семян. Нет, у спелого там можно собрать. Да кто его будет собирать? И как вы убираете? Это уже вы другое примешали. А само по себе, вот если вы имеете дело с деревом, плодоносящим, никто его собирает, вы третьих людей сюда не примешиваете. Мы с вами договорились, давайте мы это противоречие будем рассматривать само по себе. Ну, отсюда, вот когда вы разрешаете это противоречие, это и значит, вовремя собирайте урожай. Вот разрешение этого противоречия. Если вы понимаете, если применительно к яблокам или к грушам, или к сливам, так это собирайте вовремя, вовремя не собрали, все пропало. И как разрешается это противоречие? Борьбой с... Кого чего? Кого чего? Кого борьба и с чем? Кого и с чем? Борьба вот этой коммунистической природы. Ну, природа коммунистическая, у нас нет такой природы, но у нас есть люди. Люди, ну да, это... Вы не забывайте, что это общественная экономическая формация. Она... Сознательная борьба... Каких людей? Коммунистов. Все коммунисты должны быть? Не-не-не, ну это... Должны быть все, желательно. Но она тоже не будет. Должны быть в этом смысле, что должностование такое, оно направляется ко всем, правильно? Да. То есть все должны... Они членами партии могут не быть. Но позиция, которая... Социалистическая позиция человека какая? Коммунистическая. Ну, соответственно... А если у меня такая социалистическая позиция, что у меня вот есть это коммунистическое, остальное все капиталистическое? Далеко не уйдешь. Здесь нужно вести идеологическую работу, каждый сознательный коммунист должен... Но если мы будем вести идеологическую работу и каждый сознательный коммунизм должен... Но ностовование содержит в себе противоречие? Конечно. Значит, когда мы будем вести, значит, и мы все время будем вести, и все время будем иметь это противоречие. Когда это пропадет? Пропадет это? Да. Прикорно, когда перейти к полному коммунисту уже в полном. Да. А как показывает событие, у нас вместо перехода к полному коммунизму всякие глупости говорились, вроде как у нас этап развитого социализма. А что такое развитой социализм? Если социализм – это неразвитый коммунизм, то что такое развитый социализм? Коммунизм. Развитый социализм и коммунизм. Тогда коммунизм. Так коммунизм у нас – это что? То есть это глупость, которую никуда не пришлешь и ни к чему не приспособишь. Развитой социализм. Его смысл социализма в его неразвитости. В социализме есть неразвитый коммунизм. А если он развитый уже, коммунизм, тогда это, извините, не социализм. Это полный коммунизм. Ну вот, значит, таким образом. Вообще пропаганки, пожалуйста, ты где ешь, кто не сбывал? А в тюрьму не надо сажать? А мелкие хищения надо, не наказывают? Я говорю сейчас про положительное. А это положительное, когда в тюрьму негодяя сажают. Это положительное с точки зрения коммунизма. С точки зрения коммунизма. А вы считаете, это отрицательное? Ну, это... нет. Коммунистическая природа социализма предполагает беспощадную борьбу с тем, что враждебно коммунизм. Или нет? А как это называется беспощадная борьба с антикоммунизмом? Диктатура пролетариата. Вот это вот диктатура пролетариата, есть упорная борьба. Упорная. А почему упорная? Потому что вы ее ослабили, и сразу начинает все зарастать. Буржуазными всякими болячками. Упорная борьба. Кровавая и бескромная. Насильственная и мирная. Военная и хозяйственная. Педагогическая и администраторская. Администраторская против сил и традиций старого общества. Ну, вот, скажем, само по себе вот это обучение и оттачивание категории, это тоже ведь борьба? Да. Чтобы не получилось, что вот товарищи, так сказать, они стоят на твердой коммунистической позиции, но сама, но если эта позиция не выражена соответственно, и получается, что это не такая уже и в твердой этой позиции. Так, ну хорошо, значит, борьбой, значит, борьба. И тогда мы обращаемся, прежде всего, чтобы двигаться дальше, что мы делаем? Чтобы двигаться дальше, мы же должны все разобрать, все сферы этой борьбы. С чего начнем? С того, что является... Экономической борьбой. С того, что является основой. Да, экономической основой. Почему? Потому что бытие определяет уже и сознание. Поэтому начинать надо не с сознания, а с бытия. Поэтому мы переходим к противоречию. С сознанием мы с него не начинаем. Оно теперь все время присутствует. Все время присутствует. Но противоречие мы должны рассматривать, то, которое связано с бытием. Вот связано с бытием противоречие между непосредственно общественным характером. Социалистическим производством. И товарным. Да, пожалуйста. Не товарным производством, как некоторые пишут, а товарностью. Потому что товарного производства нет при социализме. Или то, что есть, то не социализм. Какие-то включения, допустим. Если где-то кто-то в каком-то лесу остался, еще какие-то товары производишь и продает трем знакомым. Так это не социализм. Так. Ну, можно начать с того, что целью социалистического производства является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Да. Вот я руководствуюсь этой целью. Я послушал вас внимательно. Я думаю, ну, вот я же член социалистического общества, значит, это ко мне относится. Вот я и буду стараться и развиваться, и использовать социализм для своего свободного всестороннего развития. Логично? Вы же мне сказали, объяснили, что вот социализм. Вот. Даже в одном месте я вел семинар однажды по политэкономии. И, значит, один товарищ выступает, а вот Ленин говорил, что социализм, когда каждый хочет лучше жить, пользуется благами жизни. Я даже остолкенел, думаю, надо же членов. Я говорю, откуда вы такое взяли? Как откуда? А вот учебники. Учебники, идите за учебником. Я послал его в библиотеку прямо во время занятия. Он приходит, открывает, там Ленин. Написано. Социализм – это когда каждый хочет лучше жить, пользуется благами жизни. С одной стороны, это правильно. Если социализм, так что это? Никто не хочет, что ли, пользоваться благами жизни? Вы не хотите пользоваться благами жизни? Ну и хорошо. Спасибо, сдайте свои эти кошельки сюда. Так, чтобы все пользовались. Ну, я начал считать, где это Ленин такое сказал. А ситуация была какая? После революции, товарищи, которые участвовали, в том числе в свержении временного правительства, товарищи рабочие, стали роптать, потому что того нет, этого нет и так далее. Были забастовки были, были забастовки. Ленин по отношению к забастовкам однозначно говорил, что забастовки, если рабочие бастуют, это по двум причинам. Или что-то нарушено, надо пойти исправить. Или ничего не нарушено, люди не понимают. Значит, надо пойти объяснить. То есть не так вот отвергнуть, что, так сказать, забастовку, мы сейчас ее, как в Новочеркасске, сейчас пригоним войска и будем стрелять в народ. И танки пусть подъедут, хотя вот танкисты, они там никак, так сказать, не участвовали. Сказали, мы ни в коем случае не будем мешаться и стрелять, и не стреляли. А другие, так сказать, деятели стреляли. То есть вот проблема. Значит, есть такое противоречие. И как оно разрешается? Разрешается, а борьба и в законе. Как просто сказать, борьба, это еще мало что сказать. Я хотел еще добавить, что товарность, она основной закон капитализма. Ну, это лучше. Ну, основной закон капитализма никак вы не можете применять при социализме. Лучше о нем и не говорите. Ну, вспоминать можно о нем? Хотел бы, да. Но товарность-то состоит в чем вообще товарность? Смысл товарного производства в чем? Что производит? Целью. Товарность является создание товара. Чего? Создание товара. Продукта, предназначенного для обмена. Ну, для обмена, а вовсе не для того, чтобы вы развивались. Никакого, так сказать, если этот товар предразумевает и товарность предразумевает, не то важно, что я делаю, а то важно, что за это буду иметь. Правильно? Если я, так сказать, руководствуюсь соображениями товарности, так? Значит, похуже пирожки и поменьше, а получить побольше и получше. Так? Получение прибыли. Какая прибыль? Ну, какая может прибыль? Это же при социализме. О чем вы говорите? Забудьте про прибыль. Выгода просто меньше потрудиться, меньше устать. Идем к вам прямо на завод. Некоторые люди стараются сделать для общества поменьше и похуже, а взять побольше. Это сейчас капиталисты. Сейчас, можно сказать, мы капиталистам не даем. Но они такие же артисты были и при социализме. Тоже все равно старались поменьше дать в обществу, побольше от него взять. Я имею в виду, что все это основано на капиталистическом способе. Ничего тут на капиталистическом способе не основано. Мы рассматриваем социализм. Не надо. Нас не обманет. Выходит из капиталистов. Вышел уже, а не только выходит. Вышел давно. Вышел. А вы только выходите. Когда выходит, это переходный период. А мы рассматриваем не переходный период. Мы социализм рассматриваем. Переходный период – все понятно. красные и белые сражаются друг с другом, чего тут непонятного. Кончился переходный период, все, социализм. И вот это люди и не могут как раз понять, что если социализм, это не полный коммунизм. Если не полный, вот не увидели? Нет. Так оно к чему относится? Это не к отрицанию. Оно не к отрицанию относится, оно само есть отрицание, относится ко всему. Все отрицается, все, что есть, все коммунистическое отрицается, если это не развито, если там нет стоит. Правильно? Неполный коммунизм. Видели там нет? Все. У вас очень хороший ответ, но неправильный. Понимаете, тут, если не это стоит, вы же противоречия показываете между непосредственно общественным характером производства? Если непосредственно общественным, для кого должно производиться все? Для всего общества. Да, для всего общества. В общественных интересах должно производиться. Может, не для всего, я только для поликлиники может делать, но в общественных интересах. В общественных интересах. А если отрицание? Значит, если отрицание, то не в общественных интересах, а в каких? В личных, частных. Личных, коллективных, частных, каких угодно. Лучше говорить личных, потому что частные. Ну, какая-то часть, да. Вот вы трое договорились или вот сели с Степаном Степановичем, мы тут свое тянем, тут тянем с трудом этот коммунизм, а вы договорились, и у вас на оборудовании в руках все, то, что не нужно, вырежет Степан Степанович, нужно и оставит. Короче говоря, в чем это выражается? Ну, вот берем рабочего, рабочего берем, не просто любого, но любого работника, давайте рабочего возьмем, а вот рабочий. В чем выражается вот это вот, его такой момент? Можно так сказать, что мелкая буржуазность. Это вы уже оцениваете, а в чем выражается-то? Ты уже сказали. А что сказали? Или побольше, или получше. Да. А остальным поменьше, и похуже. Да, совершенно верно. То есть на первом месте у него, вот в чем этот момент? Момент состоит в том, чтобы на первое место поставить не интересы общества, а интересы какие? Либо личные, либо групповые. Вот вы тут группой сидите, вот я вижу, вас трое тут собрались, вот вы и Слав Михайлович, он теперь, он первый выступил, и теперь он смотрит на всех с высока, дескать, пусть они мучаются. Вот, так что он свои интересы решил, а теперь вот хоть не расцветает вот все. Красота. Так, то есть приоритет каких интересов? Личным ставится над общественным. Значит, разрешается это дело, противоречие по линии развития социализма, благодаря осуществлению приоритета каких интересов? Борьбой за осуществление общественных интересов. Да, и вот, так сказать, все для этого средства, это дальнейшее средство, там видно, но борьба должна быть за то, чтобы приоритет был у общественных интересов. А сами интересы вы не уничтожите, интересы они противоречивы. У каждого человека есть целая гамма интересов, такие, 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 такие. Значит, речь идет о том, что вот общество, оно одни поддерживает, а другие, оно интересы, оно, так сказать, пытается затормозить их действия. А сами они исчезают. Они исчезнут с переходом к полному коммунизму, а до этого еще далеко. Поэтому думать, что вот если написаны красные флаги висят и написано Союз Советских Социалистических Республик, это еще недостаточно. Так, так значит, разрешается борьбой? За что? За осуществление общественных интересов над личными. Нет, за приоритет общественных интересов над личными, а не просто за интересы. Если вы что-то делаете для общественных интересов, вы всегда читаетесь, я вот это сделал, вот это сделал. Вот, я тут около этого, около своего дома подмел, все, отстаньте от меня. За приоритет общественных над личными. И где это должно соблюдаться? Во всем производстве. Во всех его моментах, во всех стадиях. Тогда это вот, а стадий очень много. Ну, вся, например, реформа, экономическая реформа 65-го года, прямое отрицание этого приоритета. Потому что прибыль, это ничего не значит ничего хорошего, если у вас у кого-то прибыль. Это вы цены просто подняли, раз. А если у вас номенклатуры нет, она не планируется уже, а вместо себестоимости поставлена прибыль. Рентабельность. А рентабельность – это прибыль, отнесенная к производственным фондам. Вообще-то, производственные фонды не мешало бы накапливать, да, это основной капитал. Ну, капитал не в смысле капиталистическом, а в смысле, что это вот основные средства производства. А чтобы была большая рентабельность, надо, чтобы меньше было средств производства, да, больше прибыли. А что для этого надо сделать? А цены повышать. А этому способствует. Еще один показатель, третий. Вот я все три перечислил, которые были после 65-го года. Третий показатель был – это объем реализации. Как повысить объем реализации? Очень просто на все товары, на все продукты, которые производятся, повысить цены. И все. И все сводится к чему? Цены повысить, так, рентабельность, тоже, значит, с учетом повышения цен повысить, а производственные фонды не увеличивать. Так, и объем реализации. Объем реализации от чего зависит? Да, цен опять. Чем больше цена, тем лучше. Вот и все. Вот это кажется только, что было три показателя. Изменения, реформа – это не реформа, это полный переворот контрреволюционный, уже в экономике. То есть, переворот произведен был в 61-м году в политике. Диктатуру Петриатова убрать. Раз диктатуру Петриатова убрали, значит, и благополучно это удалось сделать, значит, можно теперь заниматься, так сказать, уничтожением самих основ экономики социальной. А вот объем реализации, он не в штуках считался, а просто… Как вы можете объем реализации их в штуках? Тогда бы, если бы мы считали в штуках, вы бы накупили шариков воздушных, их бы надували. Одно дело – сколько продал, а другое дело – за сколько? А куда денется этот рвящийся, ему некогда, все пропало, все дешевое, а все дорогое оставалось. Все пропало, пропадало, все дешевое. То есть, из номенклатуры умывалось ее, нету. А был же показатель по номенклатуре. То есть, должны быть нитки, не только черные и белые, а еще и зеленые, и красные, и такие, и такие. Должны быть хорстяные, и скозные, и прочее, и прочее. Рубашки должны быть мужские и женские, а не только женские, потому что женские, они, наверное, дороже. Так, давайте, давайте, женские выпускать, а мужчины и так сходят, хорошо. Так, и так далее, и так далее, и так далее. И все у него сводится к одному. Объем реализации – от цен зависит. Прибыль – от цен зависит. Ориентабельность – от цен зависит. Что нужно сделать с ценами? И что? И бешеное повышение цен. И вот это бешеное повышение цены, вот оно еще и проскочило, что некоторые еще придерживались, чтобы народ не закричал. Например, здесь была ситуация, вот однажды у меня отец и мать вдруг в один прекрасный день принесли черные батоны. Это, значит, при Хрущеве все, дескать, пшеницы нету, уже вот черные батоны, и тогда стали закупать в Канаде пшеницу. Кировский завод остановился на три дня. После этих трех дней прекратили это дело. Черные батоны, дескать, вы же приучали, дескать, а что вы все эти, черный хлеб же полезный. Полезный. Ну, а все, зачем вам белый, давайте, белый мой, я буду есть. Белый был бесполезный. Я буду, я буду. Ну вот я из-за своей вредности, я буду ее есть. А вы черный едите. А я им все время черный. Вот и хорошо. Вас приучил Никита Сергеевич, я говорю, кушайте. Нет, не Никита Сергеевич не к жалому, он гороховый. Нет, он там темный, может и гороховый, да. Тут недалеко от истины, что-то подмешивали туда такое. Что-то туда намешивали, что оно было такое, на разрез, что оно такое темный батон. Но недолго. Потом стали, а зато оправдали закупки в Канаде. Верна тогда пшеницы, потому что, дескать, ну раз не получается, нас мало, давайте будем в Канаде. И всем самым дело и пошло. То есть полный переворот. Люди еще не понимают, что был полный переворот, диаметральную противоположность. По показателям. А какие были показатели, можете назвать, в советское время, до 65-го года? Как бы рост был? Нет, какие просто показатели были главными? Повышение производительности труда. Снижение себестоимости. Снижение себестоимости, два. И номенклатура, три. Первая номенклатура, потому что для чем это производительность труда, если мы не знаем, что производим. Начать надо с номенклатуры. Номенклатура – это перечень изделий, которые производятся на предприятиях. Номенклатура, дальше производительность труда и себестоимость. А чем ниже себестоимость, чем ниже цена. Тем более, что прибыль плановая дается. Вот плановая 10% дается, так вы хоть так двигайте, хоть так. А если себестоимость уменьшается, и 10% от этой себестоимости, вот вам и все цены шли вниз. И не добрый был товарищ Сталин, который производил каждую весну понижение цены, а просто за год, соответственно, экономика, она, так сказать, для этого давала соответствующий задел, что можно понизить цены. Я вот еще помню, где-то там, наверное, 6 было вдруг там, радио передает, спички были 2 копейки, теперь копейка, вот, так сказать, на трамвае было столько, а стало 3 копейки и так далее. И это было нормой. А из того, что мы сейчас с вами изучаем, вот исследуем, это ясно, что это норма, это совершенно нормально для экономики социалистей. Производительность труда растет во всех странах, хоть при капитализме, хоть при социализме, хоть при феодолизме. И при рабовладении она росла. И при рабовладении она тоже росла, иначе бы не перешли бы к рабовладению. Потому что вот теперь уже двое рабов могли обеспечить двоих рабовладельцев, а потом дальше больше. Так, ну, вроде вы, так сказать, спасены, все. Перешли. Какой вывод-то последний? Разрешается за счет чего? Это противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью разрешается... Разрешается борьбой за общественные интересы. Не за общественные интересы, а за приоритет общественных интересов. Вот вы как упорные, у вас там что-то закрепляется. Дескать, я за общественные интересы борюсь, а вот пусть Лазарев за приоритет отвечает, или вот еще Мальцев, пусть они отвечают за приоритет. А я вот борюсь за общественные, и что отчитаюсь? А вы попробуйте отчитаться, что вы борьбу ведете с попытками учинить приоритет интересов коллективных или личных. Совсем... Это война. А то, что вы будете в общественных интересах, я кастрюлю и произвожу. Все, отстаньте от меня. Хорошо, вы устроились, молодой человек. Приоритет. Приоритет. Основной. То есть, я думаю, что занятия наукой логики, они нас приучили к тому, что... Возьмешь не то слово, и не получишь истину. Поэтому здесь вот принципиально, за приоритет. И наоборот. А если я вот работаю на вашем социалистическом заводе, и у меня вот тут и... Что там у вас? Кто там сейчас? Ленин? Ленина в пассиве повешу. Сталин? Сталина повешу. И так далее. И я общественные интересы удовлетворяю. Но я-то их удовлетворяю. Для меня это удовлетворение общественных интересов, чтобы меня не распознали. Я люто ненавижу вас, все это... И ваше производство, и все ваши идеи. Мое дело, так сказать, думать о том, как себе благосостояние нажить. И наживали. Использовали там, например, какие-то нормы усушки, утруски, чтобы брать себе хороший продукт в известном количестве. Потом находили там, допустим, 300 коробок конфет шоколадных. Сажали. Это имело место на самом деле. Сколько таких случаев было. Воровство было при социализме? Воровство было при вашем социализме? О чем вы нам рассказываете? Про приоритеты. Так это чей был приоритет? Какой? Личный. Ну так и боритесь с другим приоритетом. А вы просто, вот мы за общественные интересы. Как вы хорошо устроили? А зачем 300 коробок? Ведь шоколад испортится. Он же не сможет. Это с вашей коммунистической точки зрения испортится. А с моей точки зрения, с антикоммунистической, для чего они тебе пригодятся? Вот придут нужным людям вручу. А у меня будет уже не 300 коробок этого, а еще будет автомобиль. Квартиру раньше получил. Уважить надо. Вот я людей уважаю. А вы их не уважаете. Приходите и требуете. А я не прихожу и требую. Вот пришел к нему, дал коробку конфет. Степан Степанович, тоже коробку конфет. Товарищ Лазарев, вот, кто у нас? Начальник, какой начальник? А, рабочей комиссии. Ну надо же иметь хорошее отношение с рабочей комиссией. Правильно? Пусть они, пусть они скажут. А вы принесете, скажете, от Михаила Васильевича получили конфеты шоколадные. Михаил Васильевич, так сказать, пользуется. Мы не сегасов на власть. А? Мы не сегасов на власть. Так вы же готовитесь к государственной власти. Я готовлюсь. Я готовлюсь, чтобы мне было при вашей государственной власти хорошо. Поэтому у меня много этих коробок, и я их буду сюда-сюда расталкивать. Значит, разрешается это противоречие? Борьбой за приоритет общественных интересов. Потому что борьба у нас и за коллективные есть, и за личные. А вот это вот борьба за приоритет. Чтобы у вас не получалось, что вы за общественные боретесь, а это вас не касается. Касается. Надо бороться за приоритет общественных интересов. То есть не позволять превращаться экономике в такую экономику, в которой есть, конечно, и такие моменты, что приоритет общественных. Но приоритет коллективных и личных может возобладать. Нужно как раз применять силу государственных. Да, силу. А раз силу применять, отсюда и вопрос о том, а кто будет применять силу? Чтобы применять силу, нужно вопрос о классе решать. А вопрос о классе решает товарищ Мальцев. Да? Да. Ну вот и решайте, пожалуйста. Нет, мы я... Ваше слово, товарищ. Нужно применять репрессии. А вы знаете, что такое репрессии? Да. А что такое? Подавление. А что вы собираетесь подавлять? Меня? Ну как? Я собираетесь подавлять. Ну у меня товарищи тут... Я в дружбе с многими людьми, а они меня защитят. Антихронистические... Вот товарищ с оружием пошел, я знаю. А подавление? Думаю, не понравилось. Что так вот? Это так вот, вы репрессии, вы их должны переводить на русский язык и говорить, надо подавлять мелкобуржуазные и буржуазные попытки. Значит, осуществлять... Нет, осуществлять не приоритет общественных интересов, а приоритет личных или коллективных. Вот это все... Потому что приоритет личных и коллективных сам по себе приведет к частной собственности. Не беспокойтесь. Поэтому давить надо их тогда, когда еще они не частную собственность, а просто я вот рабочий, нахожусь на предприятии. Мне говорят, сделай это. Да я сделал, но у меня приоритет интересов не предприятие и не общество. А мне главную зарплату получить, ничего больше меня не интересует. Вот ходят эти вот, сделали это рабочую партию, хотят, чтобы мы туда пошли. Так это надо будет что-то делать для общества, а тут я это без себя делаю. Зачем я туда пойду? Не сильно идут. А почему? А потому что их уже, так сказать, настроили очень многих. Дескать, вот вы свои личные интересы, заботитесь об интересах. А личные, когда начинаешь заботиться, когда много хороших людей заботится о личных интересах, они проваливаются все вместе. Правильно? Потому что общественные дела не решаются. Взяли и пенсию, взяли и передвинули пенсионный возраст на 5 лет. Вот вам и мучение. Для миллионов людей. Владимир Владимирович сказал, что это хорошая вещь, потому что люди хотят работать. Для буржуазии хорошая вещь. Ну, а как вы думаете, это соответствует интересам буржуазного государства? Владимир Владимирович же работает. Вы что, против буржуазного государства выступаете? При социализме нет антагонистических классов, которые вводятся. За это мы знаем, что их нет. Классов-то нет не антагонистических. Буржуазного государства непосредственно выходит из капитализма. Но? Не существуют классы. Значит, он несет отпечатки класса. Еще. Ну, так есть рабочий класс, колхозное крестьянство, есть интеллигенция. Так? Люди умственные труда, и физического. Классов, по сути дела, нет. Как это нет? Как это нет? Как нет? Рабочий класс есть? Есть. А вы что, хотите сказать, что рабочий класс нет? Вот и все, вот в вашей диктатуре принято кирдык. Ну, нету рабочего класса. Ну, нету. Вот, товарищ сказал, сам рабочий тут же пришел. Причем грамотный. Нет. Председатель службы профсоюзной организации судебных призов Петербурга. Я говорю, что нет антагонистических классов. А классы существуют. Ну, классы существуют? Существуют. Ну, существуют. У нас без классовое общество? У нас без классовое общество. Да, но? Классовость еще остается. Классовость еще остается. Вот. Значит? И она должна быть, если мы хотим. Это кто говорит, что должна быть? Это мы. Если она должна быть преодолена. Это если мы хотим. А если другие хотят, чтобы наоборот, неравенствовать. Если у меня лучшее положение, лучшее положение, чем у вас, то я хочу еще его улучшить. И что вы скажете по этому поводу? вам не надо же я понял вам не надо его а мне нужно хорошо как вот я человек умственного труда вы работаете создаете материальные блага я книжки читаю для того чтобы построить коммунизм нужно преодолеть чё книжки нужно преодолеть но и москать а это вам нужно а мне-то не особенно и нужно я и уже их преодолел у меня умственный труд я сказать он весь труд развивает меня почему противник я вообще при коммунизме живу это вы противник вы еще не видели а я при коммунизме уже почти живу ну я живу при социализме как при коммунизме а вы живете при коммунизме как при капитализме вы с чем собираетесь бороться кто будет бороться кто бороться будет или я буду думать и буду бороться я могу помогать вот а если будет рабочий класс я могу помогать для это не страшно А если рабочий класс не будет бороться, так я и не буду его помогать. А как можно помочь тем, кто не борется? Помочь можно только тем, кто борется. Значит, отсюда и вывод, что если классы не преодолены, различия в экономических интересах есть? Есть. Кто больше заинтересован в этом самом полном уничтожении классов? Рабочий класс. Вот рабочий класс раз больше заинтересован. Чью диктатуру нужно осуществлять для того, чтобы... Кого? Диктатуру рабочей. Меня и Бобинова, или вот вас и Лазарева? Рабочий класс в целом. Ну вы-то поддерживаете диктатуру в целом? Поддерживаю. Ну вот. Нам такие люди нужны, которые поддерживают диктатуру рабочего класса в целом. Вот диктатуру, что такое диктатура рабочего класса? Это упорная борьба. Да, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против силы и традиций старого общества. Вот скажите, такое понимание вот при социализме широко было распространено? Нет. Какая упорная борьба? Уже все хорошо, все, так сказать, кругом красные знамена, празднуют, празднуют, все отлично, цены снижаются, жизнь улучшается. Какая классовая борьба? В итоге сейчас рабочие уже в возрасте не отравнивают. Для них это одно и то же, что социализм, что... Так у меня отец был в литейном цеху, 50 лет, все, на пенсию вышел, получил повыженную пенсию, через полмесяца умер. Но это не он один, а просто весь цех его литейный, там все такие. Вот я старше своего отца на 28 лет. Еще меньше надо работать. Я первый раз, когда был в школе, на проф у нас была школа с политехническим обучением, мы три года работали, два дня в неделю, два дня в неделю на заводе, то есть в Ящеве 936. И там как бы вот соберут собрание, вот приходят литейщики, все эти флесари нормальные, тофари тоже нормальные, а у литейщиков вот все такие, без исключения. Надо меньше работать, значит, литейщик. Почему так? Я так и сказал. Понятно. Или некому было работать литейщик? Некому, да еще и трехсменная работа. Страшно, нету, да. Вот, так что, так чья будет диктатура? Рабочего класса. Все класса, а что потеряли? Вот теперь видите, как я сейчас вывернусь. Вы-то рабочий, я-то нет, кто это. Вы же потеряли диктатуру рабочего класса. Вы что-то делали, товарищ Мальцев? Я ничего не терял. Он тоже не терял. Он был судебным приставом, исполнителем. Он не потерял. Это вот Лазарев потерял. Вот его надо разоблачать. Почему вы потеряли диктатуру рабочего класса? Говорит, я еще маленький был. Я не было. Меня не было. У всех. Вот концов не найдешь. Никого не можем. Степан Степанович, он, смотри, отмех закончил, математик, профессионал. Чего ты вы от него требовали? Степан Степанович не помогал. Как? Он помогал все время. Не знает. Вы не знаете, а я знаю, я его знаю. Я черт не знает, сколько его знаю. Мы с ним на одном курсе. Если бы Степан Степанович помогал, не потерял бы рабочий класс. Нет, если бы Евгений Степанович не помогал, вас бы в топках сожгли. Вот так. А вам разрешают, вот сидите здесь и рассуждаете про марксизм, про левининизм, про социализм, и никто вас ни в тюрьму не сажает. Вы еще знаете такую страну? Назовите, пожалуйста, такую планету или страну. Китай. Да, не знаю насчет Китая. Там переходный период еще к социализму. Когда у нас был переходный период, мы также сажали в тюрьму, и не только сажали, и расстреливали. И в Китае расстреливают этих самых миллионеров, которые стали миллионерами за счет других. Но они еще не добрались до социализма. Только до социализма добралась только Северная Корея. Спасибо, она помогает капиталистической России снарядами и системами залпового огня. Мы им помогали? Они нам помогают. Я вот когда был в Корее, там были товарищи из Министерства обороны. Они нам предлагали, говорили, давайте полетим на нашем военном самолете домой. Я говорю, не, 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 мы по линии идем. Общественности. Мы как-то от Рабочей партии России, от газеты и от телевидения Ленинградского. Так, хорошо. Следующее у нас какое противоречие? Идет. Вот там прячется за лазерным один товарищ. Усиленно там прячется. Вот. Противоречие между чем? Планомерностью. Характером социалистического воспроизводства и? И стихийностью. И чем? И стихийностью. Ну прямо уж стихийность. Вы так, вид стихийности вы видели. Элементы стихийности. Его организации. А вы же прямо так очерняете социализм сразу. А с виду человек хотел говорить вроде о планомерности, а сразу началось исчернение социализма. И элементами стихийности его организации. А элементов, их пруд пруди был, правильно? Сделаешь задание трубы, приготовьте труб, столько-то тонн. Они отдают толстый, тяжелый и мало. Говорят, сделайте тонкостенный тогда. Сделали тонкостенный. Только тонкостенный есть, а уже дети не делают. И так далее. Что только не делали. Потому что какой бы показатель вы ни установили, если люди думают не о том, как сделать для общества, а как получить больше денег, если они на это нацелены. А сколько таких было нацеленных? Очень много. Они старались. Показатели все выполнят. Свои интересы, так сказать, защитили больше всего. И приоритеты интересов старались соблюдать. Значит, противоречие между... Еще раз. Полномерный характер, производство социалистического. Производство. Элементами стихийности. Противоречие в его организации. В его организации. Потому что организовать же надо это производство. А элементы стихийности присутствуют. И вот это-то, оно такое, противоречие исчезнет при полном коммунизме? Никогда не исчезнет. То есть, такое противоречие, это вот, так сказать, все эти погоня за своими личными интересами, там, за прочим, это все отягощает. Но само это противоречие, ну, нельзя запланировать все. Невозможно это. Бесконечно много. Потому что все это бесконечно. Поэтому это противоречие, мы его рассматриваем как противоречие социалистическое. Оно при социализме отягчается тем, что есть еще классовые интересы, и поэтому интересы здесь проявляются разные. Есть групповые интересы, да? Есть личные интересы. Личные интересы при коммунизме, при полном, практически ничем не отличаются. Что вам нужно личному? Ничего вам такого не нужно. А сейчас у вас они все очень сильно различаются при социализме. И как разрешается это противоречие? Поскольку у нас производство при социализме, социализм это нижняя ступень коммунизма, значит, производство подчинено общественным интересам. Так прямо и подчинено. Или есть противоречие между тем, в самом этом подчинении. В самом подчинении. Одни подчиняются, а другие не подчиняют. Подчиняются, не подчиняются. Так у нас противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства, элементами стихийности в его организации. А стихийность с чем связана? Просто не додумали, не дочитали, не досмотрели, или интересы тут так присутствуют? Интересы-то есть. У предприятия есть интересы? Есть. У коллективов есть интересы? Есть. У начальства есть интересы? Есть. У рабочих, у отдельных есть интересы, которые меньше поработать, больше получить? Есть. Такой интерес есть? Есть. Он рабочий должен разрешать в пользу интересов рабочего класса, но у него кроме классовых интересов, а другие интересы у рабочих есть? Есть. Это же не только у него классовые интересы, а у него интересы какие-то свои особые, личные. Это предприятие, которое какие-то ценные вещи происходит, оно попало в такую зону, где от него очень многое зависит, поэтому они ждут, пока люди не просто пришлют заказ, ага, что-то сделают нам, что-то перечислят, тогда будем отправлять. А так, что отправлять? То, что мы сделали? Вы сами подумайте. Это у нас же сейчас стоит. То есть это классовая борьба тоже. Но где? В сфере экономики, в сфере полномерного разрешения противоречий. Принуждение применяется? За неуполнение плановых заданий уголовная ответственность была, в зависимости от того, по каким вопросам, правда, в том числе, скажем, связано с медициной, ну, не изготовили, и люди умерли. Или связано с обороной страны, тоже не изготовили, значит, изготовили танки, но без башен, или башни, но без танков, сколько угодно, недоделки, всякие и прочие. Соответственно, это противоречие. Оно при полном коммунизме останется или нет? Останется. То есть вы как вот себе, вот, все вот товарищи, они вот все вот рассказали про свои противоречия, и все с ними, вот, они только на этапе социализма могут говорить. А вы будете себя чувствовать королем и на всех остальных этапах, потому что вы взяли противоречие, которое никогда не разрешится абсолютно, правда? Никогда вы полностью ничего не узнаете абсолютно, и поэтому все время будет противоречие. противоречие. Горизонт планирования, ну, может, 10 лет, ну, 20 лет, ну, 30 лет, ну, 50, ну, не 100. Даже если 100. А если даже и 100? Тем более там безопасно. Вы можете все угодно нарисовать, потому что вам все равно потом уже будет. Все там будет на самом деле. Надо так далеко растянуть горизонт планирования, чтобы никак это не отвечать уже. Тогда будет нормальное все. Это долгосрочное планирование. Ну, вот, это будет правильно. И вот встает вопрос, вот, теперь разрешение противоречия какое? В самой системе управления. Там вы какие нашли отрицательные моменты в ней, кроме положительного? Положительное направление этой системы в чем состоит? В том, чтобы осуществлять интересы кого? Чего? К рабочий класс. Ну, так рабочий класс. Вот интересы рабочего класса. И какие интересы этим и мешают? Интересы какие-то частные, коллективные, групповые, там, личные и так далее. Но мы с вами берем уже систему управления. Вот вы получили из рук предыдущего оратора систему управления. В самой системе управления. Вот вы ко мне пришли. Ну, вы, конечно, это правильно то, что вы назвали, но вы не начали с главного. Бюрократизм. Вот вы ко мне пришли. Видите, я где сижу? Что у меня? На чем я сижу? В кресле. Не в кресле? Ну, в кресле. А в толстый. В кресле. И вы просите меня к вам помочь. Так? Правильно я вас понимаю? Ну, в решении того вопроса, там, вы же в интересах рабочего класса действуете. Вот вы просите меня вам помочь. Посмотрите на меня. Вы видите, у меня руки заняты? Видите, нет? Как я могу вам помочь? Вот как я могу вам помочь? Согласитесь. Освободить руки. Не могу освободить. Я обеими руками держусь за кресло. Товарищ Мальчик, вы не знаете, что моя зарплата зависит от кресла, на котором я сижу. Вы хотите, чтобы я и так одну руку оторвал? Ну, чтобы вторую руку я оторвал. На кресле этого достаточно. А? Вы сидите на кресле, и этого достаточно. Нет, этого недостаточно, потому что я подумаю о том, что вот выше есть кресло. Это уже будет не бюрократизм, а? Криризм. Криризм. Тогда опять ко мне вы приходите со своими проблемами, товарищ Мальчик. Вы что, не видите, я не могу, я хочу вам помочь, но не могу. Почему? Потому что руки заняты. Левой рукой держусь за это кресло, а правой рукой я ухватился уже за следующее кресло, а вы вот меня отрываете от дела. Идите, вот есть вот там, вот сколько тут людей, вот они пусть вам помогут. Они все за интересы рабочего класса, за трудящихся, пусть помогают. Я, а я выполняю свои функции в системе управления, сижу на этом вот кресле. Вы сделали какую-нибудь систему контроля со стороны рабочих? Не сделали. Ну, идите отсюда. А вы кто такой? Почему вы решили, что ваши личные интересы вышли? Я отвечаю за государственные интересы. Я на государственном кресле сидел, а вы кто? Ну, вы тоже сидели одно время на государственном кресле, я знаю. Но сейчас-то не сидите сейчас, а сейчас идите ко мне. Вот и так. И вот тут на этом тоже можно споткнуться очень сильно. Социализм. А как это разрешается? Как разрешается противоречие? Вот, вы в красной рубашке не случайно пришли, как марксист. Посмотрите, вот у нас. Все мы черные, мрачные, такие грустные, а человек, он разрешает это противоречие благодаря чему? Тихо, молча. А? Контроль. Так а чего у вас такой? Контроль слабый или всеобщее универсальный? Какой у вас контроль должен быть? Вот Ленин, вы думаете, он надо для красоты такие слова, контроль всеобщий, всеобъемлющий, универсальный? Да может, видите, во все дырки будут пытаться пролезть. А контроль просто, если сказать, у нас с контролем все хорошо. Есть люди, есть контролеры, приходим. Вот я к Лазарю буду приходить раз в месяц. Мы с ним чай попьем. Ну, кто, ну, кто, как думаете, будет угощать, если я его контролирую? Неужели я буду пить чай за свой счет? А он что, не понимает, что если я пришел контролировать, лучше ему меня за свой счет напоить? Я к нему прихожу. Да, и если чай вкусный и с конфетами, то я пишу, что пока нормально идет работа. А если не вкусный и не с конфетами, пойду к нему. Зачем я входить буду? К Мальцеву, вот, буду этого проверять. У нас много кого проверять. Так и буду ходить. Пока вы меня не поймаете со своим рабочим контролем. У вас нет рабочего контроля. Куда-то он делся. Сначала был, потом пропал. Где ваша рабочая христианская инспекция? Нету. Детки говорят, да зачем это будем? Все хорошо, это все наши люди. Так наши люди-то наши, но они были наши, стали... Наши. Да, стали ваши. Поэтому, вот, почему это вот рассмотрение, очень полезное для понимания диалектики вообще, переход, противоположность, как может социализм перейти в свою противоположность? А это что такое социализм? Это коммунизм. А вот какая противоположность коммунизма? Антикоммунизм. Нет, не антикоммунизм. Антикоммунизм это одно из, то что в головах у некоторых, а у нас не антикоммунизм, а капитализм, товарищ Мальцев. Слабо. А капитализм это и есть антикоммунизм? Нет, товарищ Мальцев, это положительное определение капитализма, это общественный строй, экономика, общественно-экономическая формация, капиталистическая. А если бы они только один антикоммунизм поймали, этих антикоммунизм, вот к стенке поставили и все. Вот проблема. А их не поймали. Это целый способ производства. Надо революцию делать. С антикоммунизмом проще бороться, а вот с капитализмом тяжело. Мы с капитализмом должны побороться. А он у нас опять пришел. Пришел капитализм, вот он был с 36-го года и до 61-го. И потом 61-го, переходный период, и опять пришел. И сейчас вот у нас рабочая партия 30 лет существует. Что товарищи рабочие думают? Что у них жизнь улучшится? Все видят, все причем при этом говорят, все хуже и хуже, все хуже и хуже. Ну так а что вы все хуже? И что вы сидите? Почему в партию не идете? Ну наверное все потому, что все довольны. Нет, не потому, что все довольны. А думают, что вот там есть же люди, вот Лазарев, Мальцев, вот еще, Степан Степанович, пусть они спасают нас. Они же за общественные интересы. А, ну это да. То есть за наши интересы. что вы? Ну так когда? Вот вы, члены рабочей партии России, когда вы улучшите нашу жизнь? Потому что вы должны всех спасти. А вы хотите, что рабочий класс сам себя спас. Ну это вы много хотите. А, спасить не отлучил в партии. А он думает, что это вот дело рук Мальцева, Лазарева и жить с ним. Так получается. То есть у нас ведь не просто рабочий класс спит. То есть если у него есть при социализме интересы у рабочих, личные, которые противоречат общественным, а что при капитализме нет у него интересов, которые противоречат его, так сказать, передовой роли и его роли, так сказать, спасителя и создателя нового общества. Нет, они думают, что она обойдется. Как обойдется? Взяли и повысили еще пенсионный возраст на пять лет. Взяли и повышают цены все время. И, значит, заработная плата у нас постоянно уменьшается. Номинальная ниже, ниже и ниже. Вернее, реальная уменьшается, а номинальная повышается. А как, номинальная повышается гораздо меньше, чем уменьшается реальная. И идет все время ухудшение положения рабочего класса. Ухудшение, абсолютно ухудшение положения, а не просто так. Не относительное, что, дескать, у них больше богатств. У них, конечно, больше богатств, но просто на зарплату, на реальное содержание зарплаты все меньше, меньше и меньше. Если это, однажды мы приехали с товарищами из Нижнего Новгорода в Думу и были на заседании комитета по труду и социальной политике. И там как раз обсуждался вопрос о потребительской корзине. И это товарищи из Нижнего Новгорода, особенно Кудрявцев и потом Гошин, они смеялись насчет того, что в этой корзине там 2 килограмма помидоров на год. 2 килограмма помидоров на год. Там 4 пачки пары носков и так далее. Это ужас. Вот вы поспрашиваете, что у вас в корзине. А сейчас они норовят убрать, чтобы не натуральная была корзина, а вот столько-то рублей. А рубли они тают сами по себе. Недавно Владимир Владимирович говорил, как же так? Птица стала на 15% дороже. Вся. А почему? А сначала во все стали птицу добавлять, а теперь она стала всеобщим двигателем экономики, потому что если взять поднять цены на птицу, то все колбасы, все колбасы, в которых есть курятина, все вырастут. Почему? А потому что курятина стала дороже на 15%. А вы говяжьи, так сказать, много найдете колбасы или свиной? Ну, свиной еще можете найти, а в основном все курица, курица, курица. Поэтому, если вы будете читать то, что там написано в колбасном ряду, там одна только курица. И за редким исключением, есть еще какие-то люди, которые пишут ГОСТ, как с Луны свалились. А существуют же, кроме ГОСТов, просто стандарты ненатуральные, индивидуальные. Наши стандарты, по техническим условиям. Не умерли, радуйтесь. Всем абсолютно ясно, что капитализм, капитализм, он сейчас какой-то умирающий и загнивающий. Поэтому личностный здесь подход ничего не решает. Умирающий и загнивающий капитализм. Вы с этим согласны? С Лениным? Значит, товарищи, я вам как руководителя в кружках хочу сказать, что я считаю, что занятие прошло очень трудотворно. То есть товарищи, во-первых, подготовились, во-вторых, на эту тему думают, и в-третьих, вполне самостоятельно и правильно в целом излагали, отвечали на те вопросы, которые были поставлены. А это дело непростое. Во-первых, непростое, во-вторых, редкое, потому что я вот, мне много приходит всяких писем, я бы сказал, с дурацкими вопросами. С дурацкими, потому что говорят о какой-то диалексе, в книге, там никакой диалектики нет. А здесь вот мы рассматриваем действительно вопрос большой о диалектике социализма. И мы-то живем в стране, которая была в прошлом социализмом, для нас это вопрос нашей истории. Но с одной стороны. А с другой стороны, это вопрос нашего будущего. Что в нашей истории было, так сказать, упущено, или что было еще не ясно. Хотя вот Ленин-то такие вот, когда он говорит, что это упорная борьба, кровавая и бескровная, диктатура пролетариата. Когда об этом прямо говорит, некоторые думают, что он уж очень вот так, все это слишком уж так заворачивает. Не слишком. Он все время об этом говорил. Или он говорил, а сколько таких мерзавцев, которые хотят дать обществу поменьше и похуже, взять от него побольше и получше. Сколько таких у нас среди рабочих даже есть. И наоборот. Вот он говорил, что ему приходят, говорят, вот тут бастуют рабочие. Он говорит, а что вы хотите? Мы же сделали социалистическую революцию. Социализм это, когда все хотят лучше жить, пользоваться благами жизни. Пойдите и разберитесь. Если они не правы, так объясните, что они не правы. А если они правы, так исправьте. Потому что все противоречиво. И никакого вот этого улубочного социализма, которым все рисуется, что все будет само собой хорошо, никогда не было и не будет. Потому что и он все время находится под угрозой превращения обратно в капитализм. Потому что мы из этого, из этой нашей великой революции, потом не менее великой контрреволюции, сделать должны такой вывод для всех, для всего коммунистического движения. Возьмите вы, например, Вьетнам сейчас. Там что, бурное идет строительство социализма? Там бурное знакомство идет с Соединенными Штатами Америки. Дружба завязалась. Не заметили? А там 100 миллионов. И такая была страшная война. И мы там, кстати, и мы, и китайские товарищи помогали им. Тишина. Этот 100-миллионный Вьетнам, ну, он там погрузился, наверное, в своеобразный НЭП и контактирует. Ну, там же ездят туда-сюда-сюда, американцы с ними дружат. А что они делали там? Там химические вещества, химические вещества распыляли для того, чтобы погибали эти вьетнамцы. Отрывали им головы и так далее. И тишина. Про Вьетнам и помалкивают. Про Лос вообще ничего не прочтешь. Как будто нет его. Куба, например, она организовалась, теперь туда можно и ездить, и отдыхать. Отсюда, без виз. Раз, и поехали. Чем ехать неизвестно куда? В Турцию. Почему? Взяли, до Кубы поехали. А Куба... Куба снабжали. Да. А не Караваба. Сейчас, на таком же расстоянии, как от Кубы до Вашингтона, и дальше столько же Караваба, они поставили соответствующие, так сказать, средства вооружения. Там будет военная база, которая российская делается. Американцам не нравится, что около берегов Кубы стоит большой военный корабль наш. Но им не нравится, но это не их дело. Это не их корабль. И так далее. Поэтому тут понятно, так сказать, кругом все это очень обострилось. И такой большой силы, которая вообще защищала, но вот, так сказать, некоторый союз между Китайской Народной Республикой, Корейской Народной Демократической Республикой и России наметился. И с этим же связано и то, что определенная обстановка и в России, если приходится России бороться против фашизма, ну это, понятно, поднимает все те вопросы, которые связаны вообще. А кто больше всего боролся против фашизма? Социализм. С кого надо брать пример? Опять же, с социалистического Советского Союза. Как вы будете бороться тут вот с чем-то красным, когда вот все враги социализма отъявленные, они отчалили. Врагов стало меньше сейчас. Друзей не сильно прибавилось, но врагов заведомо стало меньше. Некоторых, понимаете, сейчас в тюрьму сажают. Вы видели, чтобы вас за коммунизм посадили кого-нибудь? я не видел. А вот за антикоммунизм, за вот этих, за ярых противников советской власти и социализма, которые еще стали врагами России. Ну, а кого посадили? Я не знаю. Ну, вон, в Карлицке ферме сидит. Ваши были за четырех или пяти человек за исключение вакцизма. За исключение. Чего? За то, что они, за то, что они, дескать, пропагандировали экстремизм. Кто? Кто это? Кто это в Машкине? А, да это там безграмотные просто дурачки. А вот Казарлицкого, вот его правильно посадили, а он ведь написал такую книгу, обманную под названием «Марксизм не рекомендована для изучения». Меня тогда Томила Осина просила, говорит, Михаил Васильевич, сделайте рецензию на нее. Книга вот такой толщины и на каждой, сверху написано «Марксизм не рекомендована», на каждой странице «Не рекомендована для изучения». Я внимательно все еще ее изучил, не нашел там диктатуры патриата вообще. Но как, как говорится, нас всех учились с вами, что если нет диктатуры патриата, никакого марксизма. Нет, и даже не пахнет там марксизм. А уж какие там у него преступления есть против буржуазного государства, но те же такие, какие-то, наверное, махинации финансовые, не знаю. А, это было как кого? Какого Ролицкого. Вот книга была такой вообще. В тюрьме сейчас. В тюрьме. Так что, или какие-нибудь дурачки, которые непонятно чем занимают. Но в целом, я считаю, мы вот сегодняшнюю задачу мы решили, то есть мы рассмотрели вот эти самые противоречия, просмотрели их в единстве одно с другим. Потому что если их не в единстве рассматривать, то картину мы тогда не получаем. Правильно? А так мы получаем картину и картина в целом и движение. И тогда мы понимаем, какое сложное устройство капитализма, и здесь все равно в конечном счете все кончается, вот последнее берем противоречие, что идет, должна быть борьба этого рабочего класса и осуществление диктатуры пролетариата, в том числе участие в управлении государством, провести систему проверок, подбора кадров и так далее. Иначе просто кривизм и бюрократизм поглотят этот самый социалист. То есть бесконтрольная система управления превращает ее в систему управления совсем другую и социалистическую. Правильно? А переход в противоположность это для диалектики обычное дело. Переход в противоположность. Говорят, он был хороший коммунист. был. Да, был. Хороший коммунист. И что? А все? И мы, кстати, в партии видели, сколько у нас было таких людей вроде, но ничего не скажешь про плохого. Против. Кудмина особенно жалко. Он участвовал в издании науки и логики. А потом вдруг, хотя его принимали, когда в партии у нас дизельно написано, что партия у нас партия преимущество рабочих при голосовании обеспечивается. Вот они решили устав изменить. И в Москве, и в Нижнем Новгороде, и много их было. И грамотные люди. Вот как-то вот. Почему-то их это оскорбляло. Вот меня не оскорбляют, если Лазарев голосует, а я не голосую, или Мальцев голосует. А почему не должно быть оскорбляют? Если у меня задача, так сказать, содействовать тому, чтобы они научились управлять. Мне-то чем? Что плохого? Если мы за то, чтобы рабочий класс руководил, так пусть рабочий класс и учится руководить. Ну давайте я буду вместо этого всем руководить, тогда рабочий класс не научится. Какие есть вопросы или пожелания? Есть вопросы? Да. Вот рассмотренные противоречия можно с точки зрения теоретики, теоретических категорий, если вот социализм рассматривают как наличное бытие, Почему это вы должны рассматривать социализм как наличное бытие? Оно конечно и наличное бытие, но рассматривать его надо как коммунизм, а не как наличное бытие. Весь смысл, от чего мы сегодня говорили, в том, что надо рассматривать социализм как коммунизм на том уровне развития, который у него бывает после выхода из капитализма. А вы хотите его как на личное бытие рассматривать. Ничего себе вы его опустили. Это правильно, что он на личное бытие. Я тоже вам могу сказать, вот вы, если вас бросить с пятого этажа, вы упадете и разобьетесь. И меня тоже. Можно рассматривать как твердое тело. Но твердое, потому что оно пока летит, твердое, а упадет, тоже будет твердое. Так сама постановка вопроса. Мы рассмотрим социализм как на личное бытие. Взяли и опустили. Но вы животное или нет? Да. Рассмотрим вас как животное. Общественное. Не надо. Не надо. Не ослабняйте нашим. Нам и так тяжело. Но мы его рассмотрим как животное. И пусть он сам не на вас будет. То есть это вот такого подхода. Это не диалектический подход. Вы не можете его рассматривать как вам попало. А вы его должны брать таким, как он есть. Вот мы социализм рассматриваем как что? Как коммунизм. На том этапе его развития, когда он еще до высшей фазы коммунизма не дошел. Вот и все. А вовсе не как какое-то там бытие. Это вы берете как раз бытие. Это рассматривается категорией. Вы любое можете объект так рассматривать. А социализм надо брать. Иначе ничего социалистического тут нет. Что будем дальше изучать? Что будем дальше изучать? Ну давайте посоветуемся. Что будем дальше изучать? Значит, по идее мы можем снова продолжить изучение в третьем томе. Как мы это и делали. Но мы это делали в плане того, что мы материалистически истолковываем. И поэтому мы с вами изучали таким образом, что мы сначала изучали объективность, а потом стали переходить к субъективности. Но субъективность очень сложная. Поэтому я думаю, что мы можем снова вернуться теперь к субъективности, начать ее изучать более основательно. Вся эта система управления, общество, она связана же с понятиями. А не просто с такими категориями объективными. Она связана с понятиями, с какими-то идеями. Идея что такое? Мысль. Мысль, она должна отвечать на вопрос, что делать, что делать. А? Что делать. Да. Потому что если мы просто рассматриваем мысли, мысли какие угодно, это не идея. А идея, она же связана с пониманием истины, только истина понимается в простом варианте какая. Соответствие понятия объекту. А когда вы берете какой-нибудь сложный объект, то истина, она и противоречива. Потому что сам объект противоречив. И истина тогда противоречива. Поэтому если мы, скажем, описываем коммунистический способ производства или коммунистическую формацию, то мы категорию там рассматриваем, которая соответствует им, истинной категории. Поэтому, поскольку люди над этим не очень много сидят, над этой диалектикой, то скакивают. Значит, поэтому несвободно чувствуют себя вот таких, при рассмотрении сложных вопросов, сложных вообще любых. Потому что, скажем, общество никак вы не сведете просто к бытию. Хотя, ну, конечно, материализм состоит в том, что мы изучаем бытие. Материалисты. Ну, а если у вас идея, то она предполагает преобразование этого бытия. А идея какая? Она истинная? А истинная какая? Если она в единстве, если она действительно переходит в иное. Так что, надо, чтобы в этих вопросах, которые в учении о понятии, тоже товарищи чувствовали себя свободно. Правильно? Ну, вот. А я думаю, что вы все ощущаете, что вот, когда берешь третий том, ты там себя особенно свободно не почувствуешь, потому что все это не просто усваивается, и надо и раз, и два, и три, и четыре. И если у нас кружок имеет свою задачу помочь это освоить, значит, мы должны осваивать вот то сложное, которое еще так не изучено. Тем более, что у нас есть уже литературный запас. У нас, например, записано все там кружки по всем категориям, которые до этого были. Есть уже записи. Поэтому, если кто-то хочет вернуться, он берется, возвращается и смотрит и изучает. А тут надо двигаться вперед. Вот к тому, что, к чему люди, ну, не привыкли. А вот как мы, уже это, члены нашего кружка, более-менее уже привыкли к тому, чтобы заниматься с этими сложными категориями. И вот сейчас, вот сегодня мы делали, и мы уже применяли. Тут целый арсенал мы применяли, правильно? Диалектический, для того, чтобы изобразить движение социализма как движение, низшие фазы коммунистической формации к полному коммунизму. Тогда этого действительно и применение. И это та задача, которая стоит, и стояла перед Россией. То есть, если этого движения не видеть и не знать, то трудно его держать социализм. Правильно? Потому что, если эти противоречия не выявлены, и так, конечно. Достаточно сказать, что большинство, например, экономистов стояли на позициях, что у нас товарное производство. А раз товарное производство, тогда всеобщее товарное производство это капитализм. И закон стоимости, что это закон товарного хозяйства. И так далее. То есть, сознательно управляемое хозяйство нельзя построить, если вы не владеете вот этими категориями, которые характеризуют это общество. А если эти категории взяты из капитализма, опять закон стоимости, вот субъект объект предмет обособленность предприятий и так далее прибыль цены у нас не цены у нас норматив был название этого норматива плановая цена у нас не было цен ни одно ни одной цены у нас не было а план например план это идея идея и форме плановых заданий участникам производства она эта идея развернуты она развернуты и предполагается что все элементы хозяйства хозяйственного организма а не механизма это не механически делается с головой соображать надо чтобы руководить социализм вот все вот эти моменты должны давать что движение к полному коммунизму а вовсе нечего какой-то прибыль там который становится целью прибыль становится целью то что является целью капитализма понятное дело что за этим должно прийти возвращение капитализм раз вы нахватались всего того что использовалось при капитализме и вы придете обратно капитализме так ну наверное на этом давайте закончим следующий раз значит какого числа значит 12 декабря до всем успехов по владению диалектикой а 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 Субтитры создавал DimaTorzok